В Тамбове приступили к капитальному ремонту объектов культурного наследия. Какие предстоит проделать работы, чтобы сохранить исторический облик старых улиц, выяснила Людмила Марченко. Дом на улице Лермцевской является типичным представителем стиля модерн. Архитектурное направление было популярным в конце 19-го, начале 20-го века. Характерной особенностью являются фасады, украшенные плиткой кабанчик. Главная задача при проведении капитальных работ не только сохранить архитектурные элементы, но и также воссоздать те, которые были со временем утрачены. Жители села Покрово-Пригородное вновь бьют тревогу. На протяжении долгого времени здесь затапливает одну из улиц. Основной проблемный участок на Заречной от 65-го дома до 77-го. Здесь около 60 метров. Отрезок сетей именно такой протяженности, как говорят жильцы, им изначально обещали заменить коммунальщики. Однако позднее в сюжете нашей съемочной группы прозвучала другая цифра – 30 метров. Прошел месяц, не сделано и этого. В Тамбове начался Кубок ЦФО по волейболу среди сотрудников МЧС. Как будут проходить соревнования? Соревнования ЦФО по волейболу среди сотрудников МЧС будут проходить два дня. Сегодня игра по группам. Все команды поделены на четыре группы. В них будут разыгрываться с первого по восьмое место. А вот уже завтра игра пройдет в формате «плей-офф» в соответствии с турнирной таблицей. Там же будет выбрана команда-победительница, которая поедет на всероссийский уровень. В лагере «Космос» участники тематической смены «Эко-старт» проходят серию мастер-классов. Один из них провел наш корреспондент Павел Юрасов. Центр творчества и оздоровления «Космос» – это лагерь круглогодичного пребывания. Сейчас, летом, когда располагает погода, лагерь работает на полную загрузку в кампусе и в домиках на улице. Весной, осенью и зимой же тематические смены проводятся исключительно в кампусе. Там для этого есть все необходимое. Тамбовская область на Петербургском международном экономическом форуме познакомит посетителей с инвестиционным потенциалом региона, а также подпишет более 20 соглашений на площадке стенда, посвященного великому русскому композитору Сергею Рахманинову. Мы планируем подписать ряд соглашений, которые будут способствовать социально-экономическому развитию Тамбовщины и помогут нам реализовать знаковые проекты в сфере АПК, образования, туризма. Главная задача моей команды – повышение качества жизни тамбовчан. В этом помогут новые возможности, о которых мы договоримся с нашими партнерами во время форума. Они включают создание в регионе современной инфраструктуры и новых рабочих мест. У регионального стенда оборудованы открытые и закрытые зоны проведения деловых переговоров, зона для подписания соглашений и интерактивный уголок. Глава области Максим Егоров уже подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Калининградской области. Стороны договорились развивать партнерство в торгово-экономической, научно-технической, промышленной и сельскохозяйственной сферах. Соглашение позволит выстроить на качественно новом уровне отношения с Калининградской областью. В планах открыть авиационное сообщение между нашими регионами. Отмечу, что в Тамбове сейчас единственный действующий аэропорт в Черноземье. Идёт модернизация аэропортового комплекса и, надеюсь, уже в ближайшей перспективе запустим рейсы в Калининград. Это будет способствовать росту туризма. Кроме того, тамбовские предприятия агропромышленного комплекса, индустриальной, лёгкой и химической промышленности готовы поставлять свою продукцию в Калининградскую область. Будем сотрудничать на благо наших жителей. Также Тамбовская область договорилась о сотрудничестве с Национальным союзом агро-страховщиков. Юлия Савушкина, Павел Юрасов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Первый день форума принёс Тамбовской области важный инвестиционный проект. На территории нашего региона появится завод по изготовлению кормов для домашних животных. Завод на инвестплощадке нашего региона откроет инвестор из Вьетнама. Тамбовская область заинтересовала инвестора своим выгодным географическим положением и транспортной инфраструктурой. Объём средств, инвестируемых в регион, впечатляет. Проект оценили в один миллиард рублей. В первую очередь для кошек. Первая линия будет уже открыта в июле-агусте этого года. И в дальнейшем для собак. Будет полный цикл производства. Самое, что интересно для Тамбовской области, практически все ингредиенты, из которых будет приготовиться данный корма, будут произведены и производятся на территории Тамбовской области. Это и зерновые, это и мясо птицы. Завод будет производить корма как эконом, так и премиум сегмента. Вторую очередь планируют запустить в следующем году. В Тамбове приступили к капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к объектам культурного наследия. В этом году работы проводятся по программе «Наследие Тамбовщины», которую и инициировал глава Тамбовской области Максим Егоров. Какие предстоит проделать работы, чтобы сохранить исторический облик старых улиц, выяснила Людмила Марченко. Разговоры о важности сохранения неповторимого облика старого Тамбова велись давно. Вот только подступиться к вековым стенам, представляющим культурный и исторический интерес, стало возможно только сейчас. Архитектурный комплекс на коммунальной и не одно поколение его обитателей ждали капитального ремонта больше ста лет. Предметом охраны зданий являются фасады. Именно они определяют исторический облик города. Прорабатывались очень тщательно материалы, которые будут использоваться при ремонте. В настоящий момент уже с дома номер 24 сняты слепки всех элементов, даже тех, которые были утрачены в ходе эксплуатации здания. То есть основная цель нашей работы в настоящем году – это достигнуть максимального совпадения с тем видом дома, который был первоначально создан у него при постройке. Привести в порядок объекты культурного наследия стало возможным благодаря программе «Наследие Тамбовщины», инициированной главой региона. Эти строения, как правило, малоэтажные, поэтому средств, которые жители платят в фонд капитального ремонта, на серьезную реконструкцию не хватает. Время и вода, которые точит и камень, привели к значительным разрушениям кладки. Восстановить все это теперь предстоит в ходе ремонтных работ. Если посмотреть на вот этот вот кирпич, то он уже рассыпался практически. Мы его выбиваем, вытаскиваем его и вставляем туда, соответственно, свой новый. По нижней части мы будем производить восстановление кирпичной кладки. Соответственно, подведем под существующую стену новые кирпичи. Восстановленную кладку обработают гидрофабизатором, составом которой в дальнейшем будет защищать кирпич от влаги и разрушения. Работы проводит специализированная компания, состоящая в реестре квалифицированных подрядных организаций, на выполнении работ и на объектах культурного наследия. Она выиграла тендер и на разработку проектно-сметной документации, и на проведение самого ремонта. Дом на улице Лермонтовской является типичным представителем стиля модерн. Архитектурное направление было популярным в конце 19-го, в начале 20-го века. Характерной особенностью являются фасады, украшенные плиткой кабанчик. Главная задача при проведении капитальных работ не только сохранить архитектурные элементы, но и также воссоздать те, которые были со временем утрачены. Двухэтажное здание стиля модерн было построено в 1906 году потомственным дворянином, крупным землевладельцем Булгаковым. В разное время здесь были школы, НКВД, а после войны – квартиры для семей преподавателей пединститута. Мы, как могли, конечно, сберегали это достояние, но не все в наших силах, поскольку этот дом, конечно, со временем требовал все больше и больше вложений. Ну и, наконец, этот счастливый день настал, когда при поддержке губернатора за дом взялись. И мы, конечно, возлагаем на эти работы большие надежды. Хочется, чтобы дом прилично выглядел. И в целом наш город тоже благодаря этому. Выполнить весь комплекс работ и восстановить исторический облик зданий подрядчик планирует к середине октября. В общей сложности по программе «Наследие Тамбовщины» будут отремонтированы 16 жилых домов-объектов культурного наследия. На ее реализацию направлено 177 миллионов рублей. Программа позволит сохранить исторический облик не только областного центра, но и Мичуринска и Маршанска. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Данила Лычко. Область новостей. В рамках проекта «Все для победы» команда проекта Минстроя России «Умный город» совместно с Народным фронтом открыли сбор для нового подразделения 2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса. На собранные для бойцов средства будут закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, бронежилеты, защитные шлемы, генераторы, компьютеры, тактические аптечки, мягкие носилки, спальные мешки, рюкзаки, средства обогрева и маскировочные сети. Принять участие в сборе может любой желающий, перечислив посильную сумму на сайте проекта Народного фронта «Все для победы». Сбор проводится в целях поддержки 2-го Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, в том числе путем передачи новым субъектам Российской Федерации программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город». Сбор «Умного города» продлится до 22 июня 2023 года. Жители села Покрово-Пригородное вновь бьют тревогу. На протяжении долгого времени здесь затапливает одну из улиц. Воде огороды, колодцы, подвалы и основания домов. Причина тому – ветхий водопровод, который по наблюдениям местных не перекладывали больше полувека. Никаких работ, уверяют в селе, не проводили и после обещаний, данных в одном из наших эфиров. Моя коллега Юлия Савушкина продолжит тему. Лето на Заречной улице, как в общем-то и весна, выдалось мокрым таким, что впору задуматься о смене названия на Болотную. Вот уже третий месяц дворы жители этой части Покрово-Пригородного утопают в воде. И вот там я тоже хожу по доскам и уже тоже тону. Вот там лук, он весь в воде, полностью в воде. Откуда-то она вот течет. Вот из-под дороги она течет и все. Источник ручьев в действительности на глубине. Сейчас жильцы Заречной с уверенностью говорят, что это водопроводные трубы. Вот брали, это вода как бы водопроводная. И вот вода, видите сколько? Только воду перекрывают, я насосом все выкачиваю, все нет. Только воду вскрывают, все опять поднимается. Наш телеканал следит за историей Заречной с середины марта. Тогда вода размывала основание электрического столба возле одного из жилых домов. После выхода сюжета в эфир эту локальную проблему устранили. Разобраться же с коммунальной стихией раз и навсегда Тамбовскому водоканалу, судя по всему, оказалось не под силу. Основной проблемный участок на Заречной от 65-го дома до 77-го. Здесь около 60 метров. Отрезок сетей именно такой протяженности, как говорят жильцы, им изначально обещали заменить коммунальщики. Однако позднее в сюжете нашей съемочной группы прозвучала другая цифра 30 метров. Прошел месяц, не сделано и этого. Провели обследование и определили мероприятие дальнейшее для исключения повторения подобных ситуаций, а именно замена участка длиной порядка 30 метров в районах, как раз в границах улиц от 65-го до 75-го домов. Я думаю, примерно через неделю начнем и в течение дней трех управимся. Красным флажком обозначены места, где специалисты водоканала тогда производили раскопки. Однако результаты эти работы, как видно, не принесли. Приезжают, выкопают в одном месте яму. Что они хотели сделать, неизвестно. Вода на момент выкопания так же была, закопали. Потом через неделю они вырыли в той стране такую же яму. Так же они посмотрели, посмотрели на трубы, опять все закопали. Как бы причины и течь не устранили. А до этого проект, они хотели полностью менять трубы на протяжении вот этих трех, ну, 70 метров, вроде бы, как я слышал. Что у них изменилось, или деньги закончились, или деньги не пожелали нужным. Ну, как бы все на этом стоит. Стоит и вода на огородах жителей села. Кто-то даже начинает задумываться о том, чтобы высаживать здесь рейс. Не до шуток становится, когда вода подходит к подвалам и основаниям домов. Я что хочу сказать. Обратиться к нашему руководству, самому главному, что жить по улице Заречной стало невыносимо. Все жители не раз обращались за помощью, сделать как следует трубы, чтобы вода не подтекала, не протекала. До сих пор приедет водоканал, покопает, раскопает, уедут, опять все течет. И в настоящее время дом мой, половина уже разрушился. Хотя после ремонта он прекрасно выглядел. За комментариями по ситуации мы еще раз обратились в РКС Тамбов, организацию, заведующую городским водоканалом. Однако на наш запрос специалисты не ответили. Просим считать этот материал официальным обращением в компанию. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. В общественной палате прошло заседание комиссии по вопросам топливно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии. На нем подняли вопросы реализации концессионного соглашения на территории Тамбова. Вопросы водоснабжения и водоотведения в областном центре в последние годы стоят очень остро, поэтому требуют широкого внимания общественности и органов власти. Концессионное соглашение претерпело корректировки в связи с изменением системы водоснабжения. В целом мы добились неплохих результатов по ряду объектов, включенных в плановый 2022 год. Исполнения нет. В основном это система водоотведения. Нет в том объеме, в котором они запланировали на 2022 год. Мы как раз хотели поподробнее посмотреть, почему так сложилось. Может быть, где-то есть планы ускоренными темпами в ближайшее время это наверстать. Ну, собственно говоря, обсудить вот эту ситуацию. Реализация концессионного соглашения включает в себя модернизацию объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Это, в свою очередь, позволит сократить количество аварийных ситуаций и повысить качество и надежность коммунальных услуг. Приняли участие в заседании представители правительства региона, администрации Тамбова, областной прокуратуры и члены общественной палаты. Почти 40 портретов врачей, фельдшеров и медсестер, написанных тамбовскими художниками. В музейно-выставочном центре региона открылась экспозиция, посвященная предстоящему дню медицинского работника. Как создавались образы и кто стал их главными героями, расскажет моя коллега Олеся Павлова. Врачи, целители, в веках ваш опыт ценится в каратах. В своих жизнь сохранять в руках вы дали клятву Гиппократу. Эти слова звучат в честь тех, кто выбрал, пожалуй, самую благородную и в то же время сложную профессию – помогать другим. И за этим тысячи людей говорят спасибо за спасение, поддержку и возвращение надежды. В области медицины трудятся сотни тамбовчан. Это и врачи, и медсестры, и фельдшеры, и санитары. Их труд ценен всегда. Но особенно важна их роль стала во время пандемии коронавируса. Сегодня в стенах музейно-выставочного центра портреты 38 медицинских работников, которые внесли особый вклад в борьбу с неизвестным в 2020 году вирусом. Подвиг продолжается. Такое название носит экспозиция. И сегодня этот подвиг как никогда остается актуальным. Сегодня очень важно подчеркивать роль медицинского работника. И только сегодня люди начинают говорить спасибо медикам. И, к сожалению, для того, чтобы люди осознали важность профессии медицинского работника, пришлось столкнуться вот с таким репетитором, как ковид. И тогда как раз пришло осознание того, что медицина – это не просто работа. Медицина – это призвание. Александр Клочнев еще в школе решил, что хочет стать врачом. Отучился в мединституте 6 лет и пришел трудиться в 2020 году в пандемию. Работал участковым терапевтом, но в пик коронавируса стал спасать жизни на дому. За один день ему приходилось принимать 50 вызовов. За очень тяжелых очень переживалось, потому что в самый пик заболеваемости очень было мало мест в ковидных отделениях. Приходилось тяжелых пациентов лечить уже на дому. Подключать очень такие тяжелые препараты для лечения. Поэтому было очень непросто. У медиков нет спокойных времен. На их долю всегда выпадают сложности и трудности. Но они достойно выполняют свою работу. Всех их объединяет одно общее желание – помогать тем, кто в этом нуждается. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. В оздоровительных лагерях области пройден экватор первых летних смен. В центре «Космос», что в Притамбовье, сейчас отдыхают мальчики и девочки, участники тематической смены «Эко-старт». Ежедневно к ним в гости приезжают самые разные специалисты с мастер-классами. Один из них – наш корреспондент Павел Юрасов. Центр творчества и оздоровления «Космос» – это лагерь круглогодичного пребывания. Сейчас, летом, когда располагает погода, лагерь работает на полную загрузку в кампусе и в домиках на улице. Весной, осенью и зимой же тематические смены проводятся исключительно в кампусе. Там для этого есть все необходимое. Подъем, зарядка, завтрак и самые разные активности. По такому расписанию свое утро в лагере сейчас проводят больше ста детей. Это мальчики и девочки из разных уголков области. Летний лагерь – особенное место, где можно научиться удивительным вещам. Например, увлечься вышивкой. Это один из мастер-классов на выбор. И мальчишки в этом творческом ремесле не уступают девочкам. Для ребят постарше предусмотрены увлекательные занятия по робототехнике и различным IT-специальностям. Лагерные смены в центре «Космос» созданы под широкий круг интересов детей. Они буквально все тематические. Следующая смена у нас – это созвездие талантов. Потом у нас спортивная смена. И третья смена посвящена юным инспекторам движения. Эко-старт, как следует из названия, смена экологического профиля. Ребята уже успели поучаствовать в фотокроссе и приобщились к движению юных натуралистов. Мы собираем мусор по лесу. Мы изучаем то, как правильно заботиться о лесе. Если мы зайдем в один из домиков, то там будет достаточно много плакатов, что делать в той или иной ситуации. Много мусора в лесу? Не сказать, что очень много, не сказать, что очень мало. Будущий эколог уже сейчас должен задумываться, как он будет рассказывать о своей работе широкой публике. А потому на мастер-класс по журналистике пришли около 40 детей. Профессии эколога и журналисты имеют пересечения, есть даже особый жанр – экологическая журналистика. Важная часть занятия – разминка речевого аппарата, чтобы изъясняться внятно и поднять друг другу настроение. В радио и телеэфире корреспондент должен одинаково легко выговаривать сложные термины, замысловатые географические названия и необычные фамилии. После разминки ребятам как раз пришлось столкнуться с такими вызовами. Мальчики и девочки узнали о силе печатного слова и его влиянии на человеческую историю, познакомились с палитрой тем, которые освещают региональные журналисты, а также примерили на себя роль ведущего новостей. Ты смотришь в камеру никуда больше и говоришь то, что хотел сказать. Хорошо? По сигналу оператора. Это новости в студии Сергей Скворцов. Начинаем. Сегодня в лагере «Космос» прошли мастер-классы по журналистике. Дети рассказали о всех плюсах и минусах быть журналистом. В течение смены дети также делают первые шаги в музыке и создании собственных анимационных фильмов. Павел Юрасов, Олег Осипов, Ольга Кириллова, область новостей. В Тамбове начался кубок ЦИФО по волейболу среди сотрудников МЧС. Как будут проходить соревнования и сколько команд участвуют, выяснила наша съемочная группа. География соревнований поражает. В этот раз в Тамбов прибыли команды из 17 регионов. Это представители главных управлений МЧС по субъектам Центрального федерального округа России. Место встречи – стадион Державенского университета. Здесь у спортсменов построение. Мы принимали соревнования по настольному теннису два года подряд. Наши команды тоже два года подряд занимали первые места по Центральному федеральному округу. Но будущий год, какие будем принимать соревнования, еще пока неизвестно. Это будет известно в конце года, когда будет подготовлен календарный план на следующий год. Играет офицерский состав, сержантский состав, из числа пожарных, начальников караулов, представителей отделов, отделений, управлений, главных управлений МЧС России по субъектам. Сразу после торжественного открытия спортсмены отправились в дворец спорта «Антей». Там после основательной разминки началась игра. Тамбовская сборная по волейболу – это представители пожарных частей Мичуринска и Тамбова. В прошлом году наша команда заняла первое место. Поэтому и в этот раз настрой только на лучший результат. Так, по итогам двух встреч с Владимирской областью наша сборная забрала победу. Соревнования Центрального федерального округа волейбола среди сотрудников МЧС будут проходить два дня. Сегодня игра по группам. Все команды поделены на четыре группы, в них будут разыгрываться с первого по восьмое место. А вот уже завтра игра пройдет в формате «плей-офф» в соответствии с турнирной таблицей. Там же будет выбрана команда-победительница, которая поедет на всероссийский уровень. Полина Матовникова, Александр Чекмарев, Евгений Мещеряков, Область новостей. В Пушкинской библиотеке открылась выставка декоративно-прикладного творчества, приуроченная к 150-летию со дня рождения Рахманинова. Ее авторы – участницы творческого объединения «Тамбовские узоры». Что вдохновляло участниц экспозиции при создании работ, расскажет Елена Хромова. Интерес к жизни и творчеству композитора с каждым годом растет. Об этом свидетельствует популярность его сочинений среди исполнителей и слушателей. Эта выставка дает представление о том, как при помощи вышивки можно воплотить те идеи, которые Сергей Васильевич выражал в своей музыке. В основном здесь представлены вышивки по мотивам его романцев, потому что романцы – это очень говорящее сочинение. У них есть литературная основа. И все эти романцы, они про любовь, про жизнь, про природу, про чувства. И, конечно, вышивка, как никогда, это такой материал, который позволяет воплотить все эти образы очень удачно. Участницы из «Тамбовских узоров» не стараются удивить мастерством. Им нравится делиться теплом своих рук через созданные работы. На выставке представлена вышивка во всем своем разнообразии. Большинство работ посвящены сирене. У него музыка мелодичная. Она спокойная. Под эту музыку что-то хочется делать. Так как мы вышивались, вяжем, хочется что-то творить. И действительно, Ивановка вдохновляла. И его, и я туда приехала, мне все так понравилось. Действительно, когда сирень вышивала, то какое-то вдохновение, какую-то душу вкладываешь. Рахманинова называют самым русским композитором, а березу – самым русским и почитаемым деревом. Именно благодаря бересте Нонна Голубчикова соединила музыку Сергея Васильевича с широтой и красотой его души через природный материал, который в работе бывает капризным. Пошли мы в рощу березовую. Нашли сломанную березу, то есть спиленную. С нее сняла, муж помог снять кожу. Принесла домой, очистила ее, разгладила, высушила. И потом уже стала смотреть, какая фактура у этой кожи. Вот прям вот береза выписалась. Рахманинов обладал поразительным по мощи музыкальным дарованием. Чеканный упругий ритм в сочетании с певучестью, скульптурная лепка фразы, богатая разнообразная регистровка, которые были свойственны исполнительской манере Рахманинова. Все эти особенности постарались передать и участницы творческого объединения «Тамбовские узоры», только не в музыкальных, а в декоративно-прикладных работах. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 564648. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова